В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Сегодня мы подведем итоги высокого туристического сезона в Одессе. У нас в гостях директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Расскажите, как в 2017 году проходит туристический сезон? Можно уже подвести итоги высокого сезона летнего периода и насколько статистические данные нас больше радуют, чем в предыдущие годы? Большое спасибо за правильно поставленный вопрос, потому что действительно Одесса это город 365-дневного посещения, поэтому у нас туристический сезон всегда. Как в любом туристическом городе, у нас есть сезон высокий и, безусловно, он припадает на летние месяцы, конец весны и сентябрь месяц. Нужно сказать, что вообще 2017 год Всемирная организация туристической ЮНВТО при Организации Объединенных Наций был объявлен как годом сталого розвитку туризма, то есть стабильного развития туризма. И этот слоган фактически восприняли абсолютно все страны. Развитие во имя процветания и мира. Действительно, люди, которые приезжают в страну с туристическими целями, но вряд ли они будут нести какой-то негатив. Они, в первую очередь, приехали за позитивными эмоциями. И по прогнозу Всемирной туристической организации, очень прогрессирует туризм как направление. И если мы говорим о том, что в 2016 году было более 1,2 млрд туристов по всему миру, то к 2020 году прогнозируется 1,4 млрд, к 30 млрд 800 по 2 млрд. То есть люди будут продолжать путешествовать, потому что знание окружающего мира расширяет горизонты, чему-то учит. И мы должны быть к этому готовы. Очень хотелось бы, чтобы Украина и Одесса, конечно, для нас в первую очередь была на передовых рубежах. Действительно, город имеет огромный потенциал, имеет потрясающие возможности. И мы очень рады тому, что сегодня уже стало привычным, что в Одессу не нужно приезжать только летом, когда у нас очень яркое, горячее солнце и теплое, ласковое море. В Одессу можно приезжать всегда, потому что в Одессе всегда потрясающие выставочные залы, великолепные музейные комплексы. В Одессе потрясающие театры, новые премьеры, спектакли. В Одессе изумительная одесская кухня, редкий город мира может похвастаться собственной кухней. Прекрасное виноделие, Террикур в Одессе потрясающе. Мы видим, какое огромное развитие получили маленькие винодельные сегодня. Это очень модно, очень популярно. В Одессе потрясающие возможности для образовательного туризма. Одесса — это город делового туризма. Нужно сказать, что как раз сейчас проходит форум 5Т. Форум, который, знаете, 5Т — это своеобразный витамин для нашего города. Он включает в себя пять направлений, среди которых достойное место занимает одно Т — это туризм. Другие — это транспорт, торговля, технология и траст. То есть доверие и работа с банковским сегментом. Поэтому, безусловно, туризм для Одессы всегда был очень интересен, очень активен. И мы действительно являемся примером во многих началах для других городов Украины и, пожалуй, не только для других городов Украины. Только вот недавно я вернулась из Киева. Министерство экономического развития проводило очень серьезный семинар по статистике. И это как раз вопрос, о котором вы мне задали. Что мы можем сказать о статистике? На самом деле, сегодня единственным полномоченным органом, который ведет статистику в нашем государстве, — это Облстат или Госстат. Они дают информацию раз в год. И, с сожалению, нужно заметить, что эта информация очень далека от реалий. Почему так происходит? Да потому что у нас не имплементированы некоторые нормы Европейского Союза, которые позволили бы получить достоверную информацию, например, от тех же отелей, те же господа-отельеры, которые могли бы нам предоставить эту информацию ежемесячно. Но законодательно не закреплено, поэтому и не предоставляют. И здесь мы видим прямой путь в сотрудничестве с ассоциациями, с нашими бизнес-структурами, которые есть на территории города. Очень активно работает ассоциация «Туризм Одессы», работают и другие ассоциации. Среди них нужно назвать, кстати, и ассоциацию «Большая Одесса». Мы придумали этот слоган в 2014 году, тогда, когда, в общем-то, достаточно была сложная ситуация с туризмом. Продвигать город в контексте и региона, близлежащих его районов, потому что это правильно. Есть большое количество, например, туристов, которых облюбовали, например, для себя Затоку или Грибовку, они с удовольствием приезжают. То есть ценовой пакет им, в общем-то, по карману, по силам, они с удовольствием приезжают именно в эти места. Как же преодолеть этот барьер по статистическому учету? С какими цифрами мы столкнулись в этот высокий сезон туризма? На самом деле мы нашли очень интересный ход. Было это сделано в 2016 году. Впервые мы были единственным городом Украины, который это сделал. Городом и регионом, который обратился к мобильному оператору «Киевстар», который предоставил, добровольно, предоставил и бесплатно, что особенно ценно, предоставил им информацию нам и по роумингу, и по перемещению контрагентов, которые, в общем-то, являются носителями именно «Киевстаровской мобильной связи». И эта информация нам позволила увидеть, что действительно в регионе огромное количество туристов. Причем хочу обратить внимание, на территории страны работают крупные другие операторы, типа «Лайф» или «Водофон». От них информации мы не получали, но вот на этом совещании было заявлено, что министерство будет подписывать меморандум с крупными мобильными операторами, которые будут предоставлять информацию уже по всем регионам Украины, не только по Одессе. И мы сможем получить более объективную картину, реальную картину. Почему еще есть определенные сложности в статистическом подсчете? Потому что наши так называемые туристические ангелы — это волонтеры, студенты, которые в летом на практике, или сотрудники нашего туристического информационного центра — проводят опрос, выходят в поле, как говорят, полевые работы ведут. И это очень помогает, потому что мы получаем информацию, и она гласит, что порядка 60% туристов не проживают в отелях. Они живут на квартирах, на съемных квартирах, в апартаментах. И это, в общем-то, или у друзей, или у знакомых. И эта цифра, конечно, очень настораживает, потому что очень сложно учесть этих людей. Мобильные же операторы позволяют нам учесть и этих людей в том числе. Мы используем и нашу иммиграционную службу. Мы смотрим по увеличению пассажиропотока, которые получаем информацию от нашей, например, железной дороги или от автобусных перевозчиков. То есть статистика на самом деле — это наука. Она требует очень плотного, очень серьезного изучения. Но уже на сегодняшний день мы готовы сказать, что за период 9 месяцев в Одессе уже было более 2 миллионов туристов. А вот интересно, в это количество людей больше иностранцев все же или внутренних туристов? Нет, безусловно, больше внутренних туристов. И знаете, это нормально. Например, наши американские коллеги считают, что на 10 выездов по стране только один за ее пределами. Это нормальная статистика. Украина — огромный регион, очень большая страна. И замечательно, что к нам приезжают гости из самых разнообразных уголков нашей страны. Мы этим очень гордимся, очень этому рады. Но, безусловно, ставим перед собой задачи вернуть к нам как можно большее количество иностранных туристов. И не индивидуалов, как мы их наблюдаем, их действительно очень много, а группы. И нужно сказать, что для этого городом предпринимаются очень большие усилия. Мы принимаем участие очень активное в крупнейших туристических выставках. Берлин, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Барселона, Баку. В этом году из-за того, что был введен пилотный режим, такой пилотный проект по облегчению визового режима для граждан Азии и Индии, только два города — Киев и Одесса — имеют право выдавать визу по прилету. Благодаря этому у нас появляются и азиатские группы. И мы поэтому были на двух выставках в Пикене и в Шанхае, была представлена Одесса. И мы видим уже определенный фидбэк, то есть мы видим, что начали появляться группы китайские, потому что это очень интересный рынок, совершенно не изученный нами, не освоенный, потому что это очень большая специфика. У них нет нашей системы, например. Они не пользуются системами Google, у них совершенно другие сайты, у них совершенно другой подход. Это надо все изучать. Мы, например, когда ехали туда, у меня весь департамент перешел на WeChat, специальные системы у них нет. Ни Viber, ни Facebook, ни WhatsApp, они не пользуются этими системами общения. Поэтому это новые задачи, которые мы с удовольствием будем реализовывать и развивать. Вы затронули такую тему, как сотрудничество с Google. Во время выставки, которая в Киеве сейчас проходила, была одна из презентаций такой деловой программы. Это новый интернет-проект совместно с Google. Расскажите подробнее, как он на нашем, на Одесском рынке может быть. На самом деле он как раз и был реализован именно на Одесском регионе. Специальный проект, который называется Discover Ukraine, созданный очень серьезный портал. И портал в 3D варианте. Есть разработанный уже 3D маршрут. Мы, кстати, тоже в рамках своей программы развития туризма делаем 3D маршрут. Этот портал, который интересен тем, что он немедленно отражается в Google. И этот портал развивается. Сегодня уже вся Украина к нему пытается подключиться. Как раз мы были первым регионом, опять же таки, которым разработан этот проект и передан. Мы будем дальше развивать именно 3D маршруты. Потому что человек, который готовится к путешествию, ему очень интересно посмотреть, что же его ожидает. Когда он видит это как бы в реальном времени, когда он видит это современными средствами отснято, то, безусловно, он проникается этим впечатлением, этим вкусом. Кстати сказать, в рамках этого совещания у нас была и конференция по IT-технологиям. Это как раз была презентация в рамках именно этого совещания. Еще одно положительный образ нашего города заключается в том, что Одесса объединяет в себе 133 различных национальностей. И именно такой идеологический посыл, как в Одессе все свои, вы выбрали во время выставки в Киеве. Расскажите про эту программу. Нужно сказать, что действительно мы всегда очень гордимся своей мультикультурностью. И благодаря именно этому Одесса – это первый город-миллионник, который вошел в систему Европейского Союза интеркультурные города. Да, был подписан меморандум мэром нашего города. И вот сейчас совсем недавно проходили тренинги по интеркультурным городам. И приглашают уже специалистов наших поделиться своим опытом. Это очень интересно. Мы ввели теперь новое направление – это интеркультурность в системе туризма. Как раз на примере нашего города. Действительно, в Одессе все свои. Этот слоган, который взяли для своей работы замечательный одесский коллектив «Джембенд», который веселил публику на выставке в Киеве. И большое спасибо нашей ассоциации «Туризм Одесса», которая преподносила подарки, сюрпризы и диски этого коллектива, и пряники, подаренные нам Оксаной Бубликов, ее хозяйством, так будем говорить. И разыгрывались путевки. Это было очень здорово. Это действительно презентация «Одесса» прошла очень ярко, интересно. И еще раз хочу сказать, что ассоциация «Туризм Одесса» как бы очень активно работает с нами. И мы этому очень рады, потому что на самом деле сегодня посыл такой, посыл, который нам, в общем-то, дает руководство города, что мы очень должны быть в тесной взаимосвязи с бизнесом, с общественными организациями, потому что очень большие глобальные проблемы поднимаются, очень серьезные задачи стоят перед нами, потому что мы не успокаиваемся на достигнутом. Видите, город преображается, очень много делается для развития туристической инфраструктуры, новые объекты показа. И только совместными усилиями можно это представлять, продвигать. И мы очень рады тому, что у нас есть такое тесное взаимопонимание и сотрудничество. Возможно ли в рамках статистического учета просчитать тот бюджет и в глобальном смысле от общего количества туристов и иностранцев, и внутренних туристов, и в том числе по каждому человеку? Интересно, какой бюджет оставляют здесь приезжие люди в течение недели? Да, на самом деле, опять же таки, вот тот опросный лист, который мы подготовили, и которым мы работаем уже два года, он позволяет нам понять средний чек. Знаете, чем очень интересен наш город и чем он очень привлекательен? В принципе, в Одессе есть предложение на любой вкус. То есть вы можете пойти и купить просто продукты в каком-то супермаркете и приготовить себе что-то дома или на съемной квартире или в каком-то апарт-отеле. Либо вы можете пойти в недорогое кафе, или вы можете пойти в лакшери-ресторан. Вы можете пойти и просто на пляж положить свою подстилочку на песочек и покупаться, и поваляться. Или вы можете купить очень дорогую услугу, лежать в ротонговом там каком-то кресле с опахалом, я не знаю, там с покрывалом, с любыми другими прелестами. То есть Одесса предоставляет на выбор туристу, и средний чек у нас может быть от небольшого до очень высокого. Это нормально. То есть мы, собственно, готовы и открыты к любому сегменту. Это очень хорошо. Что же касается официальных просчитанных данных, есть данные прямые, например, такие, как туристический сбор. Туристический сбор, например, 2016 года достиг цифры 4,5 миллиона. И мы глубоко убеждены, что это не та цифра, которая объективно была собрана нашими ательерами. По разным причинам очень есть некоторые недобросовестные владельцы, которые не перечисляют в бюджет средства. Хотя на самом-то деле эти средства город и отдает для промоушена, для продвижения. У нас есть масса проектов, у нас есть социальные борды по всей Украине, у нас есть проект «Одесса едет в гости», у нас есть проект выставочной деятельности. Это все идет как раз на продвижение города именно для того, что потом на этом заработал бизнес. Поэтому, конечно, это только прямые, как бы, такие просчеты. Что же касается налогов, что же касается заработных плат. Как люди трудоустраиваются, когда открываются дополнительные отели или рестораны, или места, предположим, там развлечения. Это зарплаты, это налог на землю, на недвижимость. Это все налоги, которые собираются в конечном счете и пополняют бюджет города. Ну и один из ключевых факторов, который привлекает туристов для приезда в Одессу, это большое количество интересных событий. Это и Одесский международный кинофестиваль, и проведение суперкубка по футболу. И если можно, перечислите вот в самое ближайшее время, какие такие события запланированы. Ну, знаете, на самом деле, очень сложно это сделать, потому что у нас календарь событий фестиваля, если говорить его о всех мероприятиях, до более тысячи мероприятий в год. Вдумайтесь в эту цифру, более тысячи. Но это касается всего, и премьер, и круглых столов, и каких-то экспозиций, выставок и так далее, и так далее. Вот только вот сейчас проходит совершенно уникальный проект, фестиваль «Золотые скрипки Одессы» со 2-го числа. Это серия концертов, среди которых есть и большое количество бесплатных концертов. Open Air вчера прошел потрясающе в городском саду. Прекрасные концерты, которые прошли в школе Столярского. Мастер-классы — это мастера, которые съехали со всего мира. Это действительно выдающиеся, это лучшие скрипки мира, которые все равно имеют какие-то одесские корни, выходцы из одесской школы. И 7-го числа в субботу вечером в оперном театре будет гала-концерт. Билеты задолго уже были распроданы. То есть это стало событие, которое действительно привлекает очень большое количество туристов под эти проекты. Конечно, такие проекты, как и фестиваль фейерверков, и юморийно, и фестиваль «Фестивали хочу в Одессу», и «День города», который славен далеко за пределами не только Украины, но и далее. Это, конечно же, кинофестиваль, это джазовый фестиваль, это «Одесса классикс». Это проекты, которые подтверждают статус мультикультурной столицы Украины, южной столицы Украины. Так мы себя скромно называем. Ну, одесситы всегда с юмором относились к этому. Я полагаю, что это все нормально будет воспринято. Действительно, количество событий у нас зашкаливает. И, ну, наверное, это правильно. Мы, как Департамент культуры и туризма, стараемся создавать такие проекты, поддерживать и поднимать на более высокий уровень новые проекты, поддерживать те проекты, которые себя уже очень хорошо зарекомендовали. Большое спасибо, Татьяна Юрьевна, что пришли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях директор Департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова. Еще раз спасибо. Спасибо. Мы желаем, чтобы количество туристов в Одессе только возрастало. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами.